Всем привет! Вы на канале нашей жизни в Америке. New life is my life. Мы сегодня всем в складе. Очереди на вход не было и народу в магазине очень мало, а мы видим кучу пустых бесхозных телевизоров и решили вам показать. Телевизор Видео это наш местный бренд стоит 600 долларов. Сколько диагональ? Там должно быть 65. Короче цена уже начинает бывать меньше чем диагональ. Здесь сколько зайка? 70 747 здесь 1697. 75 это какой-то дорогой. Так там стоит за 829 лыжи 75. Очень хорошо. Так ну еще ряд пройдем и пойдем покупать что-нибудь. 747 Samsung. Зайка ты сегодня не с той стороны. 75. Короче 1 дюйм 10 долларов стоит. Блин, смотри какой Samsung тонкий. Вот я просто балдею с ним. Просто стеклянная пластина. Показываю. Какой он классный. Что? Внизу. Странно блин, телевизор разобрали. 2049 65 дюйм. Ну блин, он классно выглядит. Как пластина стекла. Самсунг 547 60. А, это визу. Нет, это самсунг 547 долларов. В общем, вот такие цены. Вот смотри, самая дешевая. 60 катка 459. За 400 долларов можно взять себе нормальный 4К. Все дела с Wi-Fi, со всеми делами. 429 65. Тоже местный бренд. Ну что, а теперь пойдем, наверное, купим что-нибудь, да? 979 за 75-ку 4К. Ладно, пойдем покупать продукты. Мы же за продуктами пришли. Сегодня опять очереди в кассу есть. Люди вместо масок завязывают банданы. Марина, кстати, купила себе маску. Мы были в аптеке, и можно было купить маску. Сколько? Доллар 90 или доллар 70? Доллар 90. Три маски давали на руки. В общем, мы взяли три штучки. Мне нравится то, что Марина пошила. А мне вкусно жарко. Облегченный вариант. Мне нравится. Не, ну мне немножко, да, так парится лицо. Зато потом бриться легче будет. Распарим. Ну все, идем что-то покупать. Возьмем одну клубнику сразу. Давай, давай. И одну малину. А я ее съем. Короче, дети малину не едят. А клубнику Катаринка и Антошку можно одну же ставить съесть. Поэтому мы сейчас... Дай, посмотри, пожалуйста, тебе это нравится. 3,28. Берем? Да. Красиво? Берем одну, потому что она сейчас не такая еще сладкая, как летом. Дочь много не съедает, поэтому нам одной хватает. Так, и одну малину. Смотри, доллар 78. Она дорогая была нам, да? Да. Я сейчас не ладька была. Давай, наверное, две тогда все-таки. Класс. Давай. Две малины. Она такая кисло-сладкая. Очень-очень вкусная. И я ее подкину. А Маришка еще взяла... 3,46 блюбери. Да, я просто 3 взяли. Малины. Блин, цена хорошая. Давай возьмем 3. Какая-то пропадка. Она вот тут какая-то как мелкая немножко. Ты бля. А я вот эту открою, которую еще ни разу никто... Опа. Ну что, класс? Давай. Ой. А, нормально все пошло. Тачку. Хочешь? Не, не хочу. Так, нам надо сок взять, наверное, да? У нас там полгаллона осталось. И яйца будем брать сегодня, да? Да. Так, ну Маришка идет в холодильник, потому что он током бьется, я поэтому не пойду. Сок 5,28. Как и было. Зайка, у нас там молоко, кстати, полгаллона. А у нас же еще пачка упаковка. А, да, значит так все, тогда не берем. Когда идем, берем просто яйца. Да, я понял, один пакет. Значит. Для кофе нам не нужна эта штука. Еще хватит тоже до какого-то времени. Сейчас я тачку запаркую и будем яйца выбирать. Так, ну, смотри, замечательно. 4,58. А, за 18 суток. Так а сколько это? 10 суток. За 6 суток. Да? 10 суток. 244 суток. Но это немножко дороже, чем... Ну, обычно мы за 7 брали. А? За 7 брали. Ну. В общем, яйца немножко подорожали, а сегодня перед выходом, когда, ну, вот, собирались... Ну, мы не взяли этот замок. Для кофе следующий раз этим. Не, 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 не. В общем, Маришка только что новости читала, и было написано, что впервые за 46... Нет. За 46 лет. Впервые за 46 лет подорожало некоторое мясо. Мясо, яйца. И яйца. Вот. Это вот то, о чем мы вам говорили, что вот мы 6 лет живем... Что здесь все время покупают? Раскупают. Мы последние... Кревески. И ни разу не видели, чтобы товары подорожали. Но вот я вам говорил, что закрываются... Нет, нету, Серега. ...перерабатывающие заводы. Берем лук. А у нас есть. Зай, много лука? Я хочу много лука. Есть. Закрываются перерабатывающие заводы, птицефабрики. И из-за этого получается дефицит. Закрываются, потому что люди болеют и не могут работать. Некому разбирать, некому растить. И вот, как видите, перцев мы не смогли взять. Эти синие поддоны, это место, на котором стояли перцы. Короче, маленький апоколапс. Маришка взяла детские огурцы. Зай, они хорошие, не мороженые? Нет, хорошие. А то они иногда бывают всем слабее с морожеными хопками. Я знаю, что, наверное, перцы в кост по съездят. Что, перцы? В кост поедем. Ну, поедем, да. Берем помидоры. Помидоры по 378. Да, в общем, такая вот проблемка. Как-то, в общем, овощной ряд, он вообще низко выглядит. Низко я имею в виду, что... Да и голо, вот. Голые подносы, блин, поддоны. Обычно все это стояло где-то под бороду, вот как сейчас у Маринки. А стоит вот так, вот видите, нифига нету, блин. Короче, проблемы есть. Нечего скрывать. Зай, тебе помочь? Это хорошее? Давай, что ты стоишь с ними? Ты хочешь три взять? Ты уже две взяла. Так, а в этом ряду? И этот ряд тоже грустный. Пойду брокколи посмотрим, пока Маришка помидор выбирает. Короче, в Сэмсклабе надо очень хорошо выбирать, потому что, честно говоря, иногда проскативают такие экспонаты, что очень неприятно. То они подмороженные, то они, блин, поджелцевшие. Возьмем брокколи, да. Вот, и поэтому, а сейчас, тем более, ну что, зелененькое. Этих брокколи, взял на него. А, вот брокколи. 3,48, не знаю, за сколько там, за 2 ЛБ. Ну, хорошая, зелененькая сегодня, в прошлый раз я не взял. Может, мы еще такую капусту зацепим? Короче, берем детям вот такую вот мини-морковку, 3,28. Ну что, ладно, белую не будем, съедим эту брокколи потом. Сразу возьмем? Ну, хочешь, берите. Джамбокколи плаву, чтобы она у нас не посохла. Мне это не нравится, она вот какими-то... Давай поменьше, я подыму, а ты возьмешь вот эту маленькую. Она не маленькая, она вот. Она ровненькая, гладенькая. Да. Красиво? Так, едем дальше. Зай, яблоки... Там есть как бы... Один пакет давай, может, возьмем? Да, ладно. И авокадо надо взять. Короче, мы будем брать гала яблоки опять. Галадок. Галадок. Кто знает, что такое галадок, пишите в комментарии, ставьте лайкос отдельно. Никита, зеленые появились. Границ Мисс Эппл. Груши есть, кстати. А вот наш любимый голадок по 4,48 за пакетоз. В пакетозе будет, наверное, 5 лб. Да. 4,48, 5 лб. Сейчас глянем. Бананы почем? Органик бананы по 1,82 и по 1,24 за 3 лб. Так это хорошая цена. Мы берем в центах по 49, по 59. Зайка, я рекомендую взять вот этот вот фрукт. Он с витамином С, поэтому давай. Ты его любишь и все будут любить. А ты не голд хочешь? Зеленый? Нет. Голд же желтеет. Сладче. Короче, Маришка берет вот такой. Грин Кивич 4,22 за 3 лб. Она с ложечкой, кстати, должна быть. Ты проверил? Проверил. Так, и берем авокадо. Авокадо. Очень зеленый. Хорошо, что у нас в запасе есть созревший. Поэтому одна сетка пойдет в холодильник, а одна сетка пойдет к яблокам и бананам. Она будет лежать и дозревать. Вот, это будет хорошо. Авокадо у нас получается по 5,33. Едем по мясным полкам. По мясным полкам размазали рыбу. Крабовые палочки. Тела перед зешим не стало или нет? 4,98 заем. А может, она львая? Курицы нету. Нету курицы. Вон какая-то что-то валяется, по-моему, курица, да? Вот этот холодильник, в котором традиционно лежала куриная грудка. Его заняли какими-то пиццами и соусами. Мы сейчас пойдем. А вот это что, зайка, смотри. Грудка. 3,43. Это что, она какая-то органика или что, такая дорогая? Это для тех, кто хочет без антибиотиков. Вот такая вот куриная грудка. А ты что, взяла фаршик? Опять фаршик. Из турки? Да. Тебе очень хорошо пушили котлетки. Короче, фаршик получается по 10,28 за 2 коробки. А сколько в коробке ЛБ? 2 ЛБ. За 4 ЛБ здесь 11 долларов. Там у нас морские всякие прелести лежат. Короче, морские еще есть в ассортименте, да? Вещи. Смотри, даже этих самых нет. Так, ну это у нас это, говядина, да? Нет, зайка, это то, что раньше, блин, 2 раза подорожала практически. 2 раза подорожала. Это порт или свинина? Ну это свинина. То есть свинина, я хотел сказать, говядина или свинина? А, это что? Из говядины. Фарш из говядины. Ну, короче, вот так, ну вот, не кислостой. Ну, в общем, в новостях везде пишут, что ожидается дефицит мяса, дефицит яиц. И вот мы видим, что мясо не так и богато. И вот здесь, где раньше лежала свинина, вот в таком пустом холодильнике лежат неразделанные окуры, остатки. Да? Или это квотеры эти, квотеры. Ножка сляшки. Зай, мы их брать не будем. Нет, нет. Нет. Это самое, Сережа... А готовые четыре-дена осталось. Короче, мы покупаем, как сказала дочь, русский сыр. Это называется гвазированный сырок по-американски. И очень выгодная цена, 9,48 за 12 штук, а в Волмарсе одна штука стоит 1 доллар. Зайка, а что вот это, смотри. Я не знаю, что-то с урелом. Какая-то масса. Какое-то мороженое, не мороженое, не понятно что. Может тоже что-то типа. Было бы хорошо попробовать. Хочешь, давай возьмем. Не хочу. В следующий раз, сейчас будем есть русский сыр. Я думаю, это тоже какой-то агросецкий. Типа вот этого. Так, ну все, здесь нас больше ничего не интересует. Зайка, смотри, можно купить салатки какие-то. Нам байтс. Погреть и съесть. Букамоле. Букамоле. Оно, кстати, очень жидкое. В мексиканском магазине оно гораздо гуще. Более густое. Хотя, зай, может быть и нет. Нет, зайка там не будет. Короче, вот эта зеленая фигня, она очень вкусная. Это на основе авокадо с помидором, с луком, с чесночком. Такая вкусненькая-вкусненькая масса. Но в мексиканском магазине, номеруно он у нас называется. Они его прямо там сами готовят. Он немножко погуще получается. И я думаю, что там он будет повкуснее. Так, в общем, мы решили еще зацепить рыбы. Раз грудки нету. Значит, дети будут есть котлетки, а мы будем есть рыбу. Дети тоже рыбы будут? Ну, они не очень, особенно Саша. Так, ну что, сейчас возьмем. Люди выберут, и мы будем брать. Короче, схватили еще тут вот, брали рыбу. И заодно зацепили вот такую салями. Она 907 грамм. 9,32. 9 долларов. Так. Короче, учитывая напряженку с мясом, решили закинуть. Это что, куриная грудка? Угу. Такие вот прикольные консервы. Но мы, правда, ели те, которые из Костки. Но в Костке мы в прошлый раз не нашли. Те очень-очень вкусные. Так, стоит, значит, эта связка 9,28. Получается 6 консервов. В общем, эти консервы, которые продаются в Костке именно, они очень-очень вкусные. И мы в прошлый раз хотели их взять, но их там не было. Поэтому решили испытать эти вот, которые всем слабее. Ну, а берем мы их, в общем-то, так вот, чтобы стояло в кладовочке. Потому что, учитывая, что мяса нет на полках, то можно будет когда-то что-то замутить. А сейчас будем брать по 7,47 вот такие вот сосиски. Их Сашуля любит. Дети больше мяско кушают, например, какое-то, если Саша отказывается. Мы ему подсовываем эти сосиски. Ну и тоже их сегодня мы берем чисто в запасик. Потому что в прошлый раз, когда мы хотели их взять, их не было. Вот. Поэтому сейчас как-то надо все брать в запас. Смотри, Ролтон какой. 4,58 за 24 штуки. А, в центах 5 штук за доллар. Получается, центы рулят пока, да? Почти. Одна и та же цена. Так, ну и сейчас мы еще пойдем, хотим купить кукурузно-сырные шарики. Вот они есть как бы. Есть? Отлично. И жареные свиные шкурки, потому что мы их брали два раза. Я обещал вам сделать обзор, распаковку и два раза не успел. Потому что они очень быстро съедаются. Но как они будут, сразу сделаем. Сейчас вот шарики есть. Маришка уже зацепила. Смотри, где люди проходят. Видишь, музыка идет там, где шли трамваи. Короче, вот такие вот дырки между полками. В общем, шарики эти стоят 6,88. Ну, будем дома делать распаковку. Все покажем. Вот такие вот шары. Что ты убегала там? Я думала, муку взять, но потом вспомнил. А нам же надо, зайка, мука специальная. А ты такую хочешь? Да. Я думал, ты для олада хочешь зацепить. Нет, такую не буду. А какую ты приправу не разрешаешь мне пользоваться в больших количествах? Не хочешь ее купить? Я ее здесь не вижу. Короче, у нас есть очень вкусная приправа для мяса. И учитывая, что, ну, Маришка хозяйка на кухне, и она все решает. А я как-то раз замариновал грудку, и когда Марина увидела, сколько я сыплю приправы, я чуть не отгреб. А сейчас, вау, шкурки есть. Что, берем две, чтобы точно распаковку хватило? Давай, давай деньги. Да я шучу. Где вы бы не ставите? Шучу. Короче, берем одну банку. Вот такие жареные замечательные. 5,98. Цена не меняется. А может, две зацепим? Зайка. Да ладно. Через неделю зацепим. Через полторы, зайка. Через полторы. Зайка, у нас нету ни перцев, ничего, мы будем здесь через неделю. Огурцов больших нету. Ты сейчас плоские купишь. А, если не купишь. M&Dams не на сейле? А, жаль. Все? Нет, не свиные шкурки, они не сладкие. Корзину набили, ну что, идем на кассу? Нет, там очередь, пойдем на самообслуживание. Все, идем на самообслуживание, скоро будем озвучивать вам список. Sam's Club закончился, на сумме 162 доллара 98 центов. В общем, еда? Едем в Коску. Что ты хочешь добавить? Там кот красивый бегал. Под нашей машиной. Короче, здесь около Sam's Club живут коты, которых женщина подкармливает. Но вот, кстати, ее не видно. Ну все, вот такие дела. Так что ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно поставьте лайк. Где вы те тысячи три-четыре человеков, которые только смотрят наши продуктовые влоги и не ставят лайки? Очень обидно. Мы вас категорически призываем. Котик, призови поставить лайк. Ставьте лайк. Да. И еще можете... И будет вам счастье. Да, это точно. И еще даже можете посмотреть какое-нибудь видео, которое не про магазин. Потому что, ну, честно говоря, нам уже надоело их делать. А никто другие не смотрит. Поэтому видео, наверное, будут реже, реже и реже. Все. Вы были на канале. Наша жизнь в Америке. Не лайфь, это мой лайфь. И увидимся в магазине или в интернете. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok